Вся эта цифровая история началась с Александра Попова и его изобретения. 7 мая День радио празднуют работники всех отраслей связей. Мы телевизионщики, почтовики, радиовещатели и радиолюбители. Интернет и даже программа больше, чем новости, следствие того самого открытия Попова. София Исаак окунулась в историю радиоприемников, познакомилась с человеком, у которого есть собственная радиостанция, узнала, как волны связи помогут в будущем людям с ограниченными возможностями здоровья. Вот вы уже не застали, а это вот самые 90-е годы. Это мое детство. Да, вот это мое детство. А это у меня уже не детство, это достаточно большая уже зрелость. Я-то застал вот такие. Я такие застал, хотя они сильно старые. Эти приемники самые старые в коллекции Политехнического музея. Им без малого 80 лет. Они и сейчас работают, вот только волну поймать уже не могут. У меня нет ни одного канала. Процессору в раритетном приемнике нужно было сначала нагреться, прежде чем начать свою работу. Разгоралась лампа накаливания, а дальше включалось радио. Каналы переключались с помощью вот этой ленты. Вот можно увидеть в старых фильмах, тот же Штилица сидит не в какой-то тарелочке, а сидит возле такого солидного аппарата, на котором можно было поймать, вот здесь можно прочитать, все города мира. Потому что те частоты, которые использовались, они беспрекастственно проходили по всему земному шару. И если информация велась в той же самой Америке, то без никаких там электротрансляторов так называемых можно было спокойно слушать в Советском Союзе. А это уже более современное устройство. В свое время оно стоило целых три зарплаты. Называется он музыкальный комбайн. К слову, средний заработок был в то время около 120 рублей. Обычно такой агрегат дарили на юбилеи или свадьбы. Его функции не ограничивались радио. Можно было слушать и музыку. Ну, в нашем понятии, что портативный, это можно где-то носить его. Но то, что он весит 5 килограмм с лишним, без батареек, а с батарейками будет все 8, вот это вот такой радиоприемник. Портативный, да, попробуй. Значит, с собой. Да, да. С собой, можно, на природу было. И каких тут только нет радиоприемников. И весах в 40 килограмм, и в 500 грамм. В Политехническом музее их насчитывается около 20. Правда, коллекция только пополняется. А началась эпоха радио все-таки с этого маленького приспособления. В начале прошлого века информацию передавали по радиоволнам с помощью азбуки Морзе. Как раз вот это устройство помогало пелздравить с днем рождения или передать всем известный сигнал бедствия СОС. Три точки, три тире, три точки. Роман, девятый, Иван Краткий, Антон Леонид. Повторяю, радио 9, Йотанна Леонид. Прием. Как поля? Роман, девять, Йотанна Леонид, пять, девять. Это не просто набор слов. Так Николай Симогин называет свой позывной, то есть радио имя. Игорчанин владелец собственной радиостанции. Правда, любительской. Находится она прямо в квартире. С помощью вот этих устройств общается с людьми по всему миру. В чем же смысл такого увлечения, если в наше время есть интернет? Так люди этим как бы занимались не для того, чтобы иметь связь. Это хобби, да, это увлечение. Можно провести аналогию. Извините меня. Почему вы ходите на охоту? Сейчас любые продукты, мясо можно купить в магазине. Нам это интересно. Это технически. Мне это интересно технически. Суть увлечения в том, чтобы связаться с любой радиостанцией. И километраж не имеет значения. Будь то Америка или Италия. Чтобы понять, откуда тот или иной позывной, у каждого есть такая карта. Заубежные станции имеют другие префиксы, по которым их можно идентифицировать. Например, Франция, Ф, Германия, Д. А вот бег Агиденидзе создает будущее. Будущее для людей с ограниченными возможностями. 14-летний югорчанин изобрел ультразвуковую трость для злобовидящих людей. Ее оценили на всероссийском научном конкурсе в Москве, где вартовчанин занял второе место. Сделана трость по принципу передачи тех же самых радиоволн. Она построена на основе парктроника. То есть слабовидящая может ориентироваться в пространстве с помощью звуковых сигналов. Чем ближе до расстояния, тем сильнее начинается генерировать звук. В этом простом учебном кабинете как раз и рождаются гениальные идеи. Куратор югорских изобретателей Петр Горбунов. Он учит основам радиоэлектроники и программированию. В группе сейчас занимаются полсотни школьников. И почти каждый выпускник такой научной секции выбивается в люди. Вообще, можно в любую организацию зайти, где связано с электротехникой, на промыслах, с электрооборудованием. Везде-везде есть мои ребята. Такие юные изобретатели как раз и создают будущее всем известного радио. Ведь когда-то человечество даже не задумывалось о телевидении, вай-фае и смартфонах. А ведь это все и есть те самые радиоволны, которые больше века назад создал Александр Попов. София Исаак, Ильдар Муратов, Леонид Чемлюков, Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!